Откройте, пожалуйста, послание Галатам 5 главу. Сегодня я не буду говорить о событиях, связанных с деянием апостола 2 главы, сегодня Илья Исаевич говорил об этом, но я хочу поговорить сегодня о важном аспекте нашей с вами жизни. И этот аспект важен для каждого верующего человека. Пробови называется «Жизнь в силе Духа Святого». Сегодня есть достаточно много людей, которые живут достаточно впечатлительной жизнью. Мы смотрим на них и мы думаем, о, вот это да. Но не все из них живут в силе Духа Святого, хоть она и впечатлительна. Много тех, кто старается быть на кого-то похожим, но это еще не означает, что это жизнь в силе Духа Святого. Есть те, кто, возможно, старается, но не имеет успеха. Вы знаете, можно стараться разными способами. Отличительная черта настоящего верующего человека – это жизнь в силе Духа Святого. На эту тему написано много книг, на эту тему сказано много проповедей. Возможно, вы сами многое на эту тему слышали. В Библии, в Новом Завете, много написано о жизни и по Духу. И это единственная жизнь, которую призывает Бог человека сегодня. Бог не призывает людей к какой-то другой жизни. Бог призывает людей жить только жизнью по Духу. В Писании вы нигде не живете, не найдете такую фразу. Живите по плоти, и все будет нормально. Вы не находили такую фразу, да? Если найдете, скажите мне, потому что это очень легко. Бог призывает нас к какой-то жизни. Бог не послал Иисуса Христа на эту землю, чтобы мы просто, как говорят в миру, влекли свое жалкое существование до гробовой доски. Чтобы мы надеялись, что когда-то, может быть, я буду жить по-другому. Нет. Для верующего человека, жизнь в Духе Божьем, это должна быть реальность. Это то, к чему мы с вами должны стремиться. Где есть реальный плод Духа Святого. Когда-то Христос сказал такие слова, что вор приходит только украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели какую? С избытком. То есть, чрезмерно. Когда больше, чем надо или думаешь. Здесь речь не идет о материальном благе. Здесь речь идет о жизни, наполненной Богом. Если вы возраженный христианин, если вы дитя Божье, если вы познали силу прощения греха, если вы начали когда-то свой путь с Господом, если вы знаете, что такое реальное отношение с Богом, если вы пережили на себе Божью благодать, если вы стремитесь в вечность быть с Христом, и Иисус это ваша жизнь, вы не можете не хотеть такой жизни. Человек, рожденный свыше, не может не хотеть жить по-другому. Он желает этого. Аминь. Такой человек по-настоящему говорит, я хочу жить в силе Духа Святого. Вы не можете не желать жить жизнью в Боге. Мы когда слышим, что у других это получается, мы когда слышим свидетельства и видим людей, мы не можем не мечтать о чем-то подобном. Правда или нет? Если у вас нет этого желания, у вас есть первая проблема. Вы не знаете Бога, вы не знаете силу прощения греха, и вам нужно прощение грехов. Вам нужно сдаться в руки Господа, просить милости, чтобы Бог вас искупил и принял. И это будет начало. Итак, жизнь в Духе, в силе Духа Святого. Галакам 5 глава, с 16 сиха по 26. Я прочитаю. Вы следите. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плотью. Потому что плоть желает противного Духу, а Дух противного – плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотите. Если вы же Духом водитесь, то вы не подзаконны. Дела плоти известны. Они суть прелюбодьяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раска и разногласия с облазной ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Тому подобное, значащую список у Бога. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающий так, Царство Божие не наследует. Плоть же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. На таковых нет законов. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, это дополнение к этому списку дел будет. Друг друга раздражать, друг другу завидеть. Итак, когда мы читаем эти слова, апостол Павел здесь нам говорит о том, какова должна быть жизнь настоящего и верующего человека. И, во-первых, мы видим здесь, что это должно быть решение, наше с вами решение. Я говорю вам, поступайте по Духу. Человек должен принять решение, хочет ли он так жить и будет ли он так жить. Многие люди просто не принимают решение в своей жизни жить другой жизнью. Поэтому они не могут друг жить другой жизнью. Бог доставляет нас здесь о том, что человек должен принять решение. Если он спасенный, если он возрожденный, если в нем живет Дух Святой, значит, у него такая возможность есть. Значит, он может побеждать тела плоти. Значит, он может жить в победе. Вы знаете, здесь нет никаких условий. Поступайте по Духу. Поступайте Духом. И интересно, что это слово «поступайте» стоит в повелительном наклонении. Все знают, что такое повелительное наклонение? Все знают, что такое повеление? Да. Повелительное наклонение – это не опция, чтобы подумать. Это не просто мнение, брошенное в воздух, чтобы люди обсудили это. И это не советы для обсуждения. Когда мы учим наших детей переходить дорогу, мы не говорим им такие слова, мы не говорим, подумай, может, стоит на красный свет не переходить? Две полосы туда, две туда. Подумай, может, не стоит переходить на красный свет? Не переходи на красный свет. Но когда горит зеленый свет, у нас что? Повеление им «иди». Потому что сам сигнал светофора свидетельствует человеку не только о том, что ему надо делать, и что это не рекомендация. Рекомендация – это не рекомендация, это повеление, потому что исполнение этого повеления несет за собой определенные последствия. Переходи на зеленый свет, и не будешь страдать. Есть много современного, не библейского учения, которое учит не тому, чем учит Слово Божие. Но все это преподносится как «жизнь по духу». Это включает в себя всякого рода внешнюю подготовку, духовный настрой. Что вообще из этой фразы качество, я не знаю. Особая атмосфера. Специальная музыка. Знаете, сначала громко-громко, а потом перепад резко на тихую, минорную, плаксивую, и так далее, и так далее. Приглушенный свет. Вхождение в какое-то состояние, закрытие глаз, опущенные или поднятые руки, вхождение в какой-то транс, и так далее. Это ничего общего с хождением по духу не имеет. Оно имеет влияние на чувство человека, потому что, если вы приглушите свет и дадите правильную музыку, вы расскажете какую-то историю про какого-то щенка, которого там переехал КамАЗ, люди могут заплакать. Но это не имеет ничего общего с исполнением Духом Святым. Это ничего ни общего не имеет с тем, чтобы ходить по духу и жить в силе Духа Святого. Хотя есть определенные ощущения, чувства и так далее. Бог не запрещает вам чувства. Хотите, закрывайте глаза, хотите, принимайте руки, хотите, слушайте громкую музыку, хотите, слушайте тихую музыку, минорную, мажорную, это не имеет никакого значения. Значение имеет ничего другое. Кстати говоря, все уже религии основаны именно на чувствительности, на чувственности человека, чтобы человек что-то пережил, какой-то религиозный опыт. В исламе даже есть такая практика, когда они режут себя ножами до крови. пережить боль, чтобы избавиться от каких-то религий. Это тоже чувствительность определенная. Мир по-разному, по-разному искажает. И делается большой акцент на чувственности человека. Я вам скажу, друзья, что Слово Божие очень, что даже чувства человека, они тоже поражены грехом. Да? Все испорчено грехом. Поэтому везде нам нужен Господь. И когда человек полагается не на Бога, а на чувства, он не может ходить сегодня на святую. Вопреки многим современным богостовыми учениям, Божье Слово делается акцент вообще на другом. На трезвое, сознательное решение. Господь, я хочу жить другой жизнью. Что идет за этим? Мы поговорим об этом. Но человек должен решить для себя. Хочет ли он жить по-другому? И вы знаете, когда есть такое решение, за этим решением всегда придет Божье благословение. Когда человек принимает решение в соответствии со Словом Божиим, Бог такого человека благословляет всегда. У него обязательно будет успех. Поэтому сегодня Бог призывает нас, чтобы мы с вами приняли правильное решение. Чтобы мы сказали себе и Господу, я хочу жить в силе Духа Святого, я хочу жить новой жизнью, я хочу испытать всю полноту Божьего благословения, я хочу знать, что такое вот эта вот жизнь с избытком. Потому что я устал жить по плоти. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Это как прививка, как антидот, да? Если человек принимает такое решение, то для плотской жизни у него остается мало шансов, если вообще нет никаких шансов, он будет ходить в силе Духа Святого. Вот эта фраза вожделения плоти, вожделения эпидумиас, это страстное желание к чему-то направленное, когда человек очень сильно хочет. Он стоит, руки его души тянутся за чем-то, не за Господа. Сильное желание, и когда он это получает, это слово эпидумиас, эпидумиас означает над. То есть вот это желание начинает владеть этим человеком, и он становится рабом своих собственных похотей. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете рабами плоти, написано. Вы не будете рабами делатой плоти. Ваши вожделения не будут иметь над вами силы. Вы сможете их победить. Это мучит нас, слово Божье. Желаний в человеке много, устремлений много. Но есть некоторые, которые так сильно разрывают человека, что люди часто даже забываются. И мы часто не знаем, что с ними делать. Но на данный момент, на данный момент, призыв, чтобы мы приняли решение, Господь, я хочу жить. Я хочу жить той жизнью, о которой ты мне сегодня говоришь. Я хочу поступать потом. Вы знаете, если вы говорите это, если вы об этом молитесь Богу, Бог стоит на вашей стороне. Бог начнет проявляться в вашей жизни, так как Он не проявлялся до этого. Вы не будете исполнять. Вот это слово «исполнять» означает «доводить до конца». Это не значит, что человек мгновенно становится идеальным, но это означает, что даже если он начал двигаться не в том пути, если он принял решение жить по Духу, Бог не позволит ему дойти до конца своих вожделений плоских. Бог поможет ему вырулить в его жизни. Это все равно, что, знаете, если вот корабль имеет маршрут, но он сбился с этого маршрута и плывет в другую сторону. У него всегда есть возможность развернуться и вернуться на правильный маршрут. Ему не обязательно скачать на какие-то рифы, получить пробоину и начать тонуть. Нет. У верующего человека всегда есть возможность вернуться назад. Если он молится Богу, говорит и хочет жить жизнью достойной Иисуса Христа, жить жизнью в силе Духа Святого. Друзья, нам не обязательно разбивать свою жизнь на рифах нашей плоти. Всегда можно вернуться, если мы принимаем решение. Божья благодать в том, что в этот момент, в момент принятия нашего решения, такой человек отдает себя в руки Божьей благодати. Написано, если вы Духом водитесь, если Дух Божий вас водит, то вы не под законом. Это означает, закон всегда для осуждения. Человек, который возвращается на путь или идет по пути и хождение в силе Духа Святого, такой человек не будет Богом осужден. У него будет Божья благодать. Он сможет все исправить в своей жизни. Исправление реально, друзья, нет ни одного человека, пока он живет, кого бы Бог не смог исправить. Посмотрите друг на друга и посмотрите на свою жизнь. Сколько раз Бог нас исправлял. Такой человек получает Божью благодать, и Бог не судит его, потому что не доходит до конца своего вожделения. Друзья, сегодня Бог у нас учит о том, что если мы Его дети, и даже если мы сбились в пути, и даже если мы мчимся на рифы нашей плоти, наших вожделений, вслед наших желаний, которые точно потопят корабль нашей жизни, Бог говорит, что если ты принимаешь решение, я говорю, я говорю, говори Слово Божие, поступайте по духу, мы всегда можем принять решение, Господь, я сдаюсь, моя жизнь нуждается в том, чтобы она была исправлена. И Бог начинает ее исправлять. Второе, это решение, не просто решение этого, решение бороться. Поступайте по духу, не будете исполнять вожделение плоти, потому что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не делаете, что хотели бы. Если вы живы духом водитесь, то вы не под законом, дела плоти они известны, здесь целый список вещей, которые недостойны Господа. И он не полный. И есть предупреждение, что те, кто так живут, они царства Божие не наследуют. Это пролюбодеяние, это блуд, нечистота, непотребство, то есть моральное зло внутри человека. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, расты, ереси, гнев, разногласия, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, список длинный, тщеславие, раздражение, ненависть и так далее, и тому подобное. Но вы знаете, жизнь под руководством Духа Святого, она не приходит после правильной молитвы сразу, вот так, раз, хотя некоторые говорят, только если все, все наладится. Это не есть единоразовое решение. Это решение постоянное. Каждый день, и с утра до вечера, человек принимает решение. И он принимает решение, что я буду бороться. Кто-то думает, что если послушать правильного проповедника, все наладится в жизни. Кто-то думает, что если посетить правильный семинар, прочитать правильную книгу, знаете, или послушать какую-то душесчипающую музыку, все наладится. Я раньше, когда был молодым верующим, когда плохо знал Слово Божие, у меня всегда было такое представление, что если у тебя идут мурашки по коже, то вот это вот Дух Святой сейчас точно работает, и вот это вот настоящая жизнь Духа. Это, конечно, детство, и так оно не работает. Мурашки по коже ничего общего не имеют с хождением в силе Духа Святого. Сейчас у меня два кондиционера дуют, у меня мурашки по коже, но это не означает, что я хожу в силе Духа Святого. И если вы живете в грехе и станете тоже под два кондиционера, у вас тоже пойдут мурашки по коже, И это вообще ничего общего не имеет с жизнью в Духе Святом. Это не переживание каких-то плотских ощущений. Слово Божие учить, что жизнь в Духе это постоянная борьба, это битва. Это решение каждый день, когда тебе нужно сталкиваться с чем-то, и ты принимаешь решение вопреки тому, чему хочет твоя плоть. Это не религиозный опыт. Это решение воевать за то, что Бог имеет для нас с вами, за Его благословение. Плоть желает противного духу, написано. Это военная обстановка, друзья. Это военная обстановка. Где есть противостояние, где есть конфликт, там есть война. Это то, как Бог описывает нам в жизни верующего человека. Жить в силе Духа Святого это жить в военных условиях. Военные условия не всегда приятны. В военных условиях можно себе нажить больше врагов. Правда ли? В военных условиях люди должны учиться жить под властью, под властью Христа, под Божьим приказом. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не делайте то, что хотели бы. Подумайте на мгновение. Человек верующий, он должен сегодня вызов бросить всему греховному и плотскому образу жизни. Все, что может стоять на пути. Потому что плоть желает противного духу. Плоть хочет, ну к примеру, у кого-то появилось что-то новое, и в человеке есть запись. И плоть сразу говорит, я хочу того же. Он плохой, потому что имеет. Поэтому я с ним говорить не буду, и поэтому мы это обсудим где-то за его спиной. Дух Божий будет говорить, радуйся за ближнего, благословляй его и делай ему добро. Это вообще две разные жизни. И невозможно совместить одно с другим. Мы не можем человеку завидовать и при этом любить его. Мы не можем нарушить десятую заповедь. Не желай того, что есть у твоего ближнего. И при этом переживать к нему любовь. Такие вещи невозможно. Невозможно. Это все равно, что если вы попытаетесь в 1943 году примирить нациста и еврея. Где-нибудь на территории Польши или Германии. Это нереально. Это просто нереально. Жизнь по духу и по плоти одновременно, она невозможна. Некоторые пытаются, знаете. Всегда все заканчивается одинаково. Жизнь по плоти. Это два образа жизни, которые постоянно находятся в противостоянии. И мы с вами должны выбирать, решать, за что мы будем воевать и бороться. Жизнь верующего христианина это борьба. Всегда борьба. Правильная борьба. За правильный образ жизни. А не борьба с любви. Или с чем-то еще. Апостол Павел здесь приводит целый список греховных дел человека. И он не помнит. Почитайте 1 Тимофея. Почитайте Римлян. 1 главу. Почитайте Марка. 7 главу. Вы увидите, насколько длинным может быть этот список. Но и он не помнит. Наша греховная природа, наша плоть имеет в себе столько греха, что если бы не может благодать, то мы бы давно друг друга разрушили. Каждое дело, оно не нуждается в том, чтобы прилагать усилие для его появления. Посмотрите, грех не нуждается в том, чтобы его оподрять. Грех не нуждается в том, чтобы его вызывать. Грех вообще во все время не нуждается. Все дела плоти уже есть в греховной природе. В каждом из нас. Кто-то скажет, я никогда не воровал. Слава Богу. Но это не означает, что в тебе не живет воровство. Если ты греховный человек, в тебе живет воровство. Кто-то скажет, я никогда не блудил, но это не означает, что в тебе не живет виновство. Кто-то говорит, я никогда скверного слова не сказал, никогда не сквернословил. Но грехские вернословия есть в греховной природе. Если человек дает волю своей греховной природе, он способен на все. Он на все способен. На всякую низость. Подумайте. До того, как человек разогреет какую-то ссору, в нем уже живет греховное желание конфликта и победы в этом конфликте. До того, как человек потянется за стаканом, в нем уже есть желание пьянцева. Кто-то никогда не тянется. Но мы все внутри пьяницы. Мы все внутри конфликтные люди. Мы все внутри тщеславные. Мы все внутри одинаковые, потому что в греховной природе оно все есть. Моральная нечистота. Кто-то никогда не рассказывал пошлые анекдоты. Кто-то никогда их слышать не хочет. Но они есть в греховной природе человека. Поэтому Павел нам говорит, чтобы мы поняли, что борьба за жизнь в Духе Святом, это не борьба с ветряными мельницами. Он теперь в тонкий год воевал. Это не война с кем-то внешним. Это война внутри себя с делами плоти, которые в нас живут. Которые бурлят там. В послании кремлянам в седьмой главе очень ярко описывается эта битва, которая идет внутри человека. И Павел писал о своем собственном опыте. Он говорил такие слова. Только часть прочитаем этой главы. Можете дома полностью прочитать. Мы знаем, что закон духовен, а я из плоти. Я протан греху. Внутри испорчен. Ибо не понимают, что делают. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Кому-то знакома эта фраза? Понял? Два нормальных, все святые. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добрый. То есть он осуждает меня. А потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что он не живет во мне. То есть в плоти моей доброе. Это же плоти грехов. Потому что желание добра, оно есть во мне. Но чтобы сделать его, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Посмотрите. Жизнь в силе Духа Святого. Это решение бороться со своей греховной кровью. Люди сегодня провозглашают, борются с дьяволом, изгоняют его. Дают обеты Богу людям, разрушают проклятия, пользуются именем Христа, как заклинанием, но ничего не работает. Ничего из этого никогда не работает. Человек должен вести правильную войну. Только тогда будет правильный результат. Самый большой враг, который есть у человека, это грех. Это даже не сатана. Это грех. Вы знаете, если бы мы из Библии не знали ничего о дьяволе, если бы мы знали все о грехе, мы могли бы жить жизнью в силе Духа Святого. Но если бы мы ничего не знали о грехе, все бы знали о дьяволе, мы бы никогда не смогли. Не с тем врагом бороться, называется. Проблема остается той же. Плоть не побеждена. Когда плоть побеждена, когда дела плоти, когда плотские греховные желания побеждены, тогда человек живет в силе Духа Святого. Сегодня уже многие люди, это как пример говорю, уже поняли, что внешний враг, это не танки, это не атомные бомбы, это не боеголовки, это не сильная армия изнутри. Многие страны поняли, что самый большой враг это коррупция. У нас, кстати, весь народ надеется, что в Молдавии началась борьба с коррупцией. Мало верится, но хочется надеяться. Почему? Потому что, если страна изъеда изнутри коррупцией, внешний враг, это не враг на самом деле. Ему достаточно подгубить внутреннюю врата, которая так испорчена, чтобы найти себе союзника. Люди сегодня борются с чем хотите. Римская империя пала не потому, что была слабой. Она пала, потому что она морально разложилась изнутри. Поэтому самая великая империя пала. Друзья, мы с вами корруппированы грехом изнутри. Грех испортил все. Мысли, желания, стремления, память человека испорчена, переживания, чувств, все испорчено грехом. Поэтому самый большой врат не внешний, а внутренний. Наши реакции. Подумайте над тем, как мы реагируем на людей. Подумайте над тем, как мы воспринимаем жизни обстоятельства. Подумайте над тем, как мы это все объясняем себе. Если мы не живем жизнью по духу, самые лучшие обстоятельства для человека будут казаться самыми ужасными и невыносимыми. человек, который уходит в силу Духа Святого, самое сложное обстоятельство будет понимать, как великое Божие благословение для него, у которого вообще разный образ жизни. Дела плоти, они бушуют у нас постоянно. И мы обязаны объявить им войну. Если мы этого не сделаем, нам никто никогда не поможет. Ни книги, ни люди, ни настроения, ни особые собрания. Нам нужно исследовать свое сердце. Просить Бога, чтобы Бог помог нам обнаружить наши греховные наклонности, дела плоти, с которыми нам нужно бороться. Нам нужно просить, чтобы Бог вскрывал те греховные страсти, которые бушуют внутри нас, которые прорываются наружу, чтобы мы им объявили войну. Тогда жизнь в Духе, она реальна. Тогда победа, она реальна. Если мы не боремся, у нас нет никаких шансов. Мы попытаемся соединить эти две вещи, но это все равно нужно соединить, знаете, хорошее молоко со скишем. Все равно получится скишем. Служить Богу и своим плотским желаниям не получится. Все равно будет служить Бога. Поэтому само собой, сама собой такая жизнь, она не приходит. Это постоянная, это постоянная борьба каждый день. Мы должны помнить об этом, знать это, быть к этому готовы. Надо бороться за чистоту, надо бороться за святость, за детей, за церковь, за праведность, за свой святость, за все это надо бороться. Ничего легко в жизни не дается, друзья, аминь. Надо бороться за жизнь в Духе, она тоже не дается просто так. И третье, это решение бороться до конца. Бороться до конца. Плод же Духа. Любовь, радость, выбор, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кто-то думает, что это все, больше другого плода Духа нет. Есть, это тоже список неполный. На таковых людей нет закона. То есть Бог, люди, которые имеют жизнь в силе Духа Святого, которые имеют плод, на них нет закона, который бы их обличил, посудил. Понимаете, да? Такие люди живут в Божьей благодати. Но те, которые христовые, посмотрите, написано, они распяли плодь со своими срастями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу поступать должны и будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Жизнь в силе Духа Святого это жизнь, в которой мы не перестаем бороться никогда. Это не означает, что ты вышел на какой-то уровень и дальше у тебя все пошло легко и спокойно. Уверяю, что если пошло легко и спокойно, ты еще не на том уровне. Жизнь верующего человека это постоянная борьба. И это борьба до самого конца. Посмотрите, кто из нас обладает полноценной любовью? Кто из нас обладает радостью всегда? Кто из нас обладает полным миром? Кто из нас реально живет в постоянном благотерпении, проявляет доброту, милосердие? Кто из нас имеет полноценную веру, кротость, воздержание? Мы все понимаем, что это все. Мы бы хотели этим обладать? И Бог говорит, будешь обладать? Иди до конца. Не останавливайся. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание всего лишь на несколько фраз. Первая фраза это плод духа. Во-первых, мы должны быть внимательны. Это не плоды духа. Это не плоды, это плод один. Кто-то думает, что можно иметь плод любви, но с воздержанием пока плохо. Когда-то я смогу и воздерживаться. Нет. Господь говорит, что человек, который ходит в Духе Святом, у него есть один плод. А это все проявление плода Духа Святого. Потому что в какой-то ситуации нужно будет проявить воздержание, а где-то нужно будет проявить мир, а где-то нужно будет проявить кротость. Поэтому жизнь в Духе это не жизнь разных плодов. Тут получается, а там не получается никогда. Человек, который приходит к Богу и говорит, я готов, я буду, я хочу, я хочу бороться, Бог дает ему один плод. Который имеет свое проявление в каждой отдельной ситуации. Или все или ничего. Посмотрите, вас обидели. О чем вы молитесь? Полюбить обидчика. Правда? Вот так написано. Молитесь за обидачивого. Вас обидели до глубины души. Такое бывает. И мы молимся, и говорим, Господи, помоги мне, помоги мне полюбить его. И когда вы проявляете любовь, Бог дает вам мир в сердце. Аминь. Бог дает радость, даже если обидчик не покаялся, не извинился, прошел мимо и так далее. У вас есть радость. Потому что у вас есть борьба не с обидчиком. А с нашей греховной плотью, которая обижается. Поэтому будет радость. Поэтому будет и воздержание воздателем. Поэтому будет и кроткое отношение. Друзья, мы всегда недооцениваем нашего Господа. Мы всегда думаем, что Бог должен только столько или столько, но когда Бог дает, Бог дает все. Аминь. Бог дает все. Нам никогда не получится, знаете, оценить вот эту Божью благодать, которая больше, чем Бог. Во-первых, это один плод. Во-вторых, плод всегда результат времени. Плод всегда результат времени. Конечно, это неоправдание, это бездействие. Человек, который принял решение жить не для плодской жизни, а для Господа. Для того, чтобы был плод, для этого тоже нужно время. Правда? Мы не знаем, сколько. минуту или десять лет. мы не знаем. Но, посмотрите, Иисус когда-то такую притчу сказал, что Царство Божие, оно подобно тому, как человек, который бросил семя в землю. Спит, встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает. Никто не стоит над колосом, не смотрит, как прорывается из земли. Никто не видит этот рост по-настоящему. Мы просто время от времени проезжаем, и мы огородом можем, что-то появилось, какая-то трава. Бурьян, раз, растет выше. О, чуть выше. Еще, еще. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зелё в колосе. Когда же созреет плод, немедленно рассыпается, потому что настала жертва. Когда мы говорим, что нам надо принять решение и идти до конца, это означает, идти, пока не будет плода. Вы знаете, многие плоды мы не заметим. Но заметит Бог. Но заметит Бог. Мы иногда ставим по глупости свои цели на себе. К такому-то времени пройдет время и так далее. И никогда наши сроки не сбываются. Всегда Божий срок. Нет магических заклинаний в христианстве. Есть упорный труд. Есть упорный труд. Есть старание. Есть продолжительная битва. Есть желание увидеть плод. есть устремление в вечность. Вот тогда будет плод Духа Святого в нашей жизни. Когда мы не говорим, все, я здесь победил, я могу расслабиться. Такое не бывает. Верующий человек борется до конца. Потому что никто из нас не является победителем пока до конца. Друзья мои, ободрение сегодня нам с вами. Не останавливаться на достигнутом. Не останавливаться. Надо идти до конца. В нас еще много есть греховных дел в плоти. И мы все нуждаемся в том, чтобы с ними бороться и быть победителями. Для этого нужно решить. Решение партой. Потому что только тот, кто решил идти до конца, увидит плод Духа Святого. Только такой человек. И еще одна фраза, на которую я хотел бы обратить внимание сейчас. Написано следующее. Те, кто Христовы, послушайте. Те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похоти. Распяли плоть со страстями и похоти. Это человек, который решил жить в силе Духа Святого. Что он сделал? Что сделал человек, который решил жить в силе Духа Святого? Распял свою плоть со своими страстями и похоти. Не поднял руку с закрытыми глазами. Не упал на колени. И не излил море слез. Хотя это все может быть. Никто не стоит. Это решение веры человека. И это решение связано с Иисусом Христом. Это решение связано с Крестом Голгофы. Это решение связано с тем, что мы приходим, мы физически не можем быть на Голгофе, но духовно мы приходим на Голгофу, где мы исповедуем свои грехи, свои дела плоти Христу. Те, кто живут в силе Духа Святого, это люди, которые распяли плоть со страстями и похоти. Это те, которые исповедуют Богу свою греховность. Это те, кто раскаиваются. Это не те, которые говорят, что у меня все нормально. Это те, которые говорят, что у меня ненормально. Я хочу лучшего. Бог хочет лучшего. Поэтому мое старание всегда будет тому, чтобы исповедать. Тому, чтобы распять то, что еще не принадлежит Господу. Господь Иисус понес на Себе весь грех и умер за этот грех. Я не зря вначале прочитал стих Евангелия от Иоанна, где написано, что Христус говорит, придет утешитель, который будет свидетельствовать обо мне. Если наша жизнь не приходит на долгову, это не жизнь в Духе. Это жизнь в чем хотите. Но это не жизнь в силе Духа Святого. Жизнь в силе Духа Святого всегда будет нас вести к месту, где наш грех был оплачен. Потому что там гордиться никто не может. Потому что там никто не имеет права ни на какое счастливое. Потому что там ни один человек не может заявить о себе, как о победителе. Мы все там проигравшие. Но там дается победа. Мы все там смиренные, но там Бог дает свою славу. Мы все там плотские, но там Бог делает человека Духом. Так же, как нет предела нашему греху, так же нет предела нашему покаянию. Я бы хотел закончить, прочитать вам молитву, которая была написана порядка двухсот лет назад. Молитва Куритана. Послушайте внимательно, друзья. Попробуйте как-то написать свою молитву. О Господь милости, ты мой грех вменил себе, а свою праведность сделала моею. Облачив меня в платье невесты, украсив драгоценностями святости. Но я все еще бреду в лохмотьях. Мои лучшие молитвы запятнаны грехом. Слезы раскаяния, они смешаны с грязью. Исповедание грехов во многом еще более усугубляет их. Мое хождение в духе имеет в привкус себе любия. Мне нужно покаяться в своем покаянии. Мои слезы и грехи нуждаются в очищении. Я ничем не могу прикрыть свое бедо. Ни на одном из сказких станков невозможно соткать одежды моей собственной праведностью. Я всегда стою перед тобою в отвратительных и грязных одеждах. Но по благодати они всегда обновляются. Потому что ты каждый раз оправдываешь меня. Я снова и снова, как блудный сын, ухожу от тебя в дальние страны. И всегда возвращаюсь домой, расточив все. Каждый раз говоря, прости меня, отец. И каждый раз ты снова облачаешь меня лучшей одеждой. Каждое утро ты позволяешь мне надевать их и каждый вечер возвращаться в них. Быть невестой на твоем свадебном биле. В них я пройду долиной смертной тени. Предстану перед твоим величием, восседающим на белом троне. Взойду на небеса, в нарядах, сияющих, как солнце. Не дай мне, Господи, забыть о чрезмерной греховности греха. О превосходящей праведности спасения. О безграничной славе Христа. О возвышенной красоте святости. О превышающей понимании чудесной благодати. Наш грех хуже, чем мы о нем думаем. Но Божия благодать лучше, чем мы о нем думаем. Сегодня Бог призывает нас к жизни в духе. Но этот путь всегда лежит через глухов. У нас нет никаких шансов на жизнь в силе Духа Святого. Если мы не идем через крест Христа. Потому что там начинается жизнь в духе. Там есть исповедание дел плоти. Там произошла самая великая битва. Битва за наши души. Там Христос создал жизнь в наших грехах. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы видели свой путь каждый день через глухов. Других вариантов нет. Все остальное – это жизнь по плоти, недостойная Христа, которая закончится в вечном погибле. Да благослови нас Господь, чтобы мы всегда думали о благодати Божьей. Больше. И чтобы всегда помнили, что грех хуже, чем мы о нем думаем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok